В Харьковском метрополитене появился вагон с фотографиями украинских защитников, погибших в результате военных действий на Донбассе. Для создания вагона памяти авторы проекта использовали фотографии из архива родственников и сослуживцев погибших. На стенах вагона размещено порядка 200 фотографий харьковчан, погибших на Донбассе до конца 2017 года. Снимки волонтеры и организаторы проекта собирали в течение 9 месяцев. Также в вагоне есть плакаты из горячих точек – Иловайска, Дебальцева и Донецкого аэропорта. Проект, считают авторы, должен напомнить харьковчанам о героях-земляках, отдавших жизнь за неприкосновенность границы Украины. Было бы несправедливо по отношению к участникам АТО, которые принимают участие в наголошенной войне, и те харьковчане, которые еще не понимали, что у нас 200-300 километров идет война, и мы можем быть ему наступными. Но мы имеем возможность отдыхать, ездить на работу, отдыхать только благодаря тем партнерам, которые погибли. Организаторы отмечают в вагоне только фотографии воинов и снимки из горячих точек Донбасса. Рекламы не будет вовсе. Это то малое, что мы можем сделать для памяти наших ребят и вообще понимание того, что происходит у нас сейчас в нашей русско-украинской войне. Вы знаете, не так все просто, но спасибо руководству митрополитена за понимание и за то, что они оказывали нам поддержку, и действительно это все состоялось. На презентации ветераны АТО, члены семей и друзья погибших бойцов. Леонид Онищенко – родственник воина, который сейчас находится на Донбассе. Мужчина четвертый год активно занимается волонтерской деятельностью. Две девочки рядом с мужчиной – его внучки. Леонид рассказывает, отец сестер служит в отдельном разведбатальоне. У нас вся родина имеет отношение к этой теме и к этому вагону. Мы помогали все это складывать. Сейчас мы сделали вагон, но я считаю, что должно сделать целый потяг. В реализации проекта приняли участие общественники, волонтеры, ветераны АТО, родные погибших и чиновники. Поддержка главы области Юлии Святлично, она в этих инициативах очень важна, потому что были действительно выделены на этот проект деньги из областного бюджета. Мы знаем, что сегодня выделяются деньги, мы проводим съезд всех матерей и вдов, которые собираются из всей нашей страны на Харьковщине. Сегодня выделены деньги на реконструкцию сквера защитника Украины, где в ходе реконструкции появится памятник на згадку всем воинам. Поезд будет курсировать ежедневно по Салтовской линии. Ольга Куриленко, Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Объектив».